Посвящается памяти нашего отца Доктор Бежу Бояться надо не смерти Если ты можешь жить в этом мире, лишенном спокойствия, со спокойным сердцем То это твое сердце, чего тебе следует бояться Звукорежиссер Раджмартан Дам Композитор Рамеш Нараян Оператор Радха Кришна Продюсер Радха Кришна Автор сценария и режиссер Доктор Бежу Автор сценария и режиссер Доктор Бежу Продолжение следует... 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 Поехали. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сэр Я по служебной необходимости Комиссар хочет увидеться с Сайра Ей необходимо прибыть в офис к десяти часам завтра Мы пришлем машину Не в ее нынешнем состоянии, я знаю, сэр Но существует ряд вопросов, которые необходимо выяснить касательно смерти с вами Настала пора пожалеть беглую девочку Ничего не могу поделать Я всего лишь передал указания Прошу вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, сэр Да, сэр Где твое место? Вот Где ты родился? Кашмир Как долго ты здесь находишься? Десять лет Чем занимаешься? Мелкой торговлей Чем именно? Продаю изделия из Кашмира и из культуры А ты ездишь в Кашмир за товаром? Нет, сэр Товары привозят, я не могу путешествовать У тебя есть родственники в Кашмире? Нет Сколько кашмирцев на улице? Я один Ты связан с террористами? Нет, сэр У нас есть данные о связи торговцев из Кашмира с восстанием в городе У тебя есть паспорт? Нет, сэр, я его потерял Люди без чистого личного дела или без паспорта подозреваются в шпионской деятельности в пользу Пакистана Правительство приняло решение депортировать таких людей На твоем месте я бы уехал добровольно Куда нам податься? Понятия не имею У меня приказ сверху Чтобы через неделю тебя здесь не было Любое, без личного дела или паспорта, понял? Сэр, этим людям нельзя верить Откуда нам знать, что они не пакистанские шпионы? Сэр, тебе знакомо это лицо? Нет Нет Следующее Это И это тоже Ты знаешь этого человека, не так ли, сэр? Нет Сэра, ты знаешь Альтафа? Да Откуда? Мы одноклассники И это все? Разве не Альтаф порекомендовал тебя на работу на индийском телевидении? Да, сэр, но я его об этом не просила Хорошо, хорошо Пусть будет так Прямо, не косвенно, но это произошло через Альтафа Ты устроилась на индийское телевидение То есть, помимо твоих личных данных, это тоже сыграло свою роль Внимательно слушай мои вопросы и отвечай правдиво Ты была в Кашмире во время визита премьер-министра? Прием был задержан из-за взрыва, не так ли? Ты находилась там во время этого взрыва? Ты также находилась на месте, где погиб с вами Тапатэ Эльтананда? Да, сэр Ты встречалась с лидером запрещенной группы Али Джихади, Касимом Аббасом? Это не секрет Это было интервью, показанное по международному телеканалу Отвечай на вопрос, да или нет? Да, сэр Ты знаешь, что Али Джихади взяла на себя ответственность за смерть Тапатэ Эльтананды? Да, сэр Кто-то встречалась с Касимом Аббасом? Украинное место в лесу На берегу реки, после продолжительной поездки на рыбе с завязанными глазами, не так ли? Да, сэр Хорошо Хорошее объяснение и хорошее воображение Хорошо, сэра Мы еще увидимся Теперь ты можешь идти Спасибо, сэр Сэра, ты не пойдешь в офис? Твое одиночество уйдет, когда ты будешь занята съемками Я так и сделаю Но спустя немного времени На днях начальника отделной информации тоже вызывали Комиссару Они задавали ему вопросы, так же, как тебе В офисе был обыск Обычное расследование, как они объяснили Но на самом деле все выглядело, как облава Они забрали видеокассеты с твоими программами, включая интервью с Хасимом Аббасом Они многих допрашивали Задавали одни глупые вопросы Я не понимаю, для чего все это Самая большая проблема в том, что я взяла интервью у Хасима Аббаса Все остальные проблемы теперь в стороне Никаких проблем не вызывают сотни убитых на улицах Убитых во имя религии и политики Нет ничего плохого в том, что политик вошел в дом к террористу Чтобы вести диалог Сознательно принимая на себя риск Никто не возражает против формирования политических партий Во имя религии и разделения власти Но стоит рискнуть жизнью, как это сразу становится проблемой Стоит репортеру взять интервью у террориста и показать его Всех сразу начинает волновать А что же связывает его с этим террористом? Я не могу понять всех этих политических глупостей Не можешь поймать реального вора Поймай того, кто видел его Другого объяснения я не нахожу Наше государство волнует смерть Свами Тапа Тиртананды Ты знаешь, этот Свами был самым отчаянным религиозным террористом Если бы он остался в живых В Северной Индии произошло бы множество восстаний На религиозной почве Есть доказательства того, что за некоторыми случаями Разжигание волнений стоял он Включая события в Гуджарате Тем не менее он посещал многие места Как государственный гость И впрыскивал яд раздора Пользуясь полной защитой полиции и государства И вот теперь убийство этого человека стало главной проблемой нашей страны В последовавшем за покушением восстании Погибло более двухсот человек Беспомощные бедные люди, у которых даже нет еды Никого не волнуют их беды Ни одному правительству Они не нужны Никому не нужны Сэра, долг репортера Ставить подобные вопросы перед общественностью Вот почему я сказала тебе не сидеть здесь Супылившись, а отправиться в офис Я приду, Алина Через несколько дней Дай мне успокоиться Мне это нужно Я приду Я приду Как мне это вывести? Как мне это вывести? Альтав, террорист, связанный с убийством С вами Тапа Теертананды Был убит в перестрелке из полиции Полиция арестовала начальника отдела информации телевидения Индиан Таймс Назара Мариха Подозревающегося в связях с Альтафом И корреспондента новостей Сайру Али Полиция сообщила, что она связана с убийством С вами Тапа Теертананды Сайра Али, дочь известного музыканта Али Хусейна Смерть Альтафа произошла случайно Перестрелка началась сегодня около 10 утра Внимание полиции привлекли два подозрительных человека в машине Припаркованные перед плазой парком Без предупреждения террористы открыли стрельбу Полиция подтвердила, что один из убитых Альтав Личность второго убитого устанавливается Раненые полицейские госпитализированы После этого инцидента полиция арестовала Назара Малика Начальника отдела информации телевидения Индии И корреспондента Сайру Али Начальник отдела информации телевидения Индии Назар Малик Подозревается в тесных связях с террористом Альтавом Застреленным во время стычки Именно Альтав порекомендовал Сайру Али Для работы на телевидении Индии Назар и Сайру Али Оказали всю необходимую помощь Аль-Джихад в их действиях Когда была арестована дочь Такого знаменитого человека, как учитель Али Хусейн По обвинению в связи с террористической деятельностью Не считаете ли вы, что необходимы более четкие доказательства? Разве вы не знаете, что отец Али Хусейна Ассал Хусейн Подозревался в связях с пакистанскими спецслужбами? Вы также знаете, что признав ошибку Само Министерство внутренних дел извинилось перед ним Мы вновь открыли это дело Существует ряд подозрительных обстоятельств Связывающих Сайру с этим делом Сайра была в Кашмире, когда произошел взрыв Накануне приезда премьер-министра Когда был убит Тапа Тэртананда, Сайра опять была рядом Аль Таф, убитый террорист, был близким другом Сайры В дополнение к этому, именно Сайра взяла интервью Хасима Разыскивающегося, лидера Аль-Джихади Как такое возможно? Разве это не разрозненные случаи? Отсутствуют конкретные доказательства? Расследования продолжаются Мы рассчитываем получить дополнительные улики Сайра, не правда ли, что в случае с Сайра Али Охотник оказался еще и жертвой Я не понял вопроса Во время религиозного восстания, последовавшего за убийством Свами Тапа Тэртананда, девушка была жестоко изнасилована Девушка сошла с ума Полиция не смогла найти виновных Теперь полиция сама охотится за ней, утверждая, что она часть заговора, приведшего к восстанию Отсутствуют какие-либо твердые улики Расследование продолжается Она стала жертвой группового изнасилования Насколько она в безопасности сейчас, будучи в заключении? Сайра находится в одиночной камере, она в безопасности Да, сэр? Вот почему я и спросил Сэр, есть еще подробности о расследовании? Сожалею, пока только это Я пойду и поговорю с ним Ты подожди меня здесь Сэр, учитель пришел со мной Он ждет снаружи Он бы хотел повидать сэру Мистер Говиндараш, вы знаете о сути данного дела без моих объяснений Никто не сможет с ней повидаться, пока не внесет завод Я знаю, сэр Но если есть хотя бы один шанс В нынешнем поражении у Станда Али Хусейн Очень сожалею, я ничего не могу сделать без разрешения суда Разве я не говорил, сэр, что комиссар твердый человек? В любом случае, стоит попытаться, возможно, суд предоставит выкуп Я хочу ее видеть, не разговариваю, просто увидеть с расстояния Она под арестом Если комиссар говорит нет, ничего нельзя поделать Стоит попробовать, но позже Сэр, обстоятельства не в нашу пользу Как бы то ни было, мы и постараемся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Суд отказался предоставить залог за редактора информационных программ индийского канала Назара Малики И старшего репортера новостей Сайры Али Хусейн Которые подозреваются в связи с группой Аль-Джихади Ответственной за убийство с вами Тапатер Тананды Суд продлил их пребывание под стражу еще на 14 дней Для дополнительного расследования Сайра, дочь Устанда Али Хусейна, известного музыканта Множество репортеров явилось в зал суда, чтобы услышать решение попрошения о залоге Ассалам алейкум У алейкум ассалам Войдем внутрь Ни о чем не волнуйтесь Мы будем с вами, что бы ни случилось Я не понял Я знаю, они стали подозревать Сайру Из-за того, что было показано мое интервью В любом случае, видя, как далеко зашли дела Мы не можем отречься от Сайры Мы вызволим ее из тюрьмы любой ценой Устад Вы и ваша дочь будете под защитой Аль-Джихади Последние 60 лет я прожил без какой-либо защиты Не нужна она мне будет и в будущем В особенности со стороны организации, которая предает свою собственную страну Устада сложилось сложное представление о нас Отнюдь я абсолютно уверен, что мои соображения верны Для меня позор даже просто разговаривать с людьми, подобными вам Которые сражаются против Индии, живя на ее территории Индия, Индия, Индия Какая Индия, Устад? Как эта Индия стала нашей страной? Эта страна, жестоко обращающаяся с народом Частью которой являюсь и я, Устад Наших братьев жестоко преследуют в разных уголках этой страны В Кашмире, Гуджарате, Махараштаре Повсюду индусские террористы безжалостно убивают нас Где в этой стране нам найти убежище? Нас изолируют от власти Лишают социальной справедливости Объявляя нас террористами и шпионами На нас регулярно охотятся Скажите мне, Устад Как может истинный мусульманин Любить Эту страну? Вот тут вы ошибаетесь Ни одних мусульман преследуют здесь Так или иначе Все религиозные секты подвергаются пыткам Не только в Индии Во всем мире Ни мусульмане, индусы или христиане Подвергались пыткам Это люди, обыкновенные простые люди Возможно Но я думаю о своих братьях Братьях, мусульманах Вам тоже следует думать так Я тоже думаю о своих братьях Всех своих человеческих братьях Какой бы ты ни придерживался веры Она не поможет тебе в твоем нынешнем положении Правительство преследует Сау Обвиняем ее в связях с Аль-Джихадом В сложившейся ситуации Долг Аль-Джихади Быть рядом с Айрой и Устадом Помните Только мы готовы помогать вам Ни я, ни моя дочь Не нуждаемся в вашей помощи Лишенной возможности Свободного передвижения Я прячусь много лет Тем не менее я пришел поговорить с вами Подвергая себя риску Из-за всей серьезности данной проблемы Это не только проблема Саиры Или Устада Али Хусейна Но и всей мусульманской общины Нет Это проблема одной моей дочери Устад Не стоит быть столь категоричным Если мы не вызвали Мсаеву Закон ее заклеймит Чем спасать ее с вашей помощью Я бы предпочел, чтобы закон ее наказал Если она виновна Бог мой Я ухожу Устад Вы не верите в Аллаха Верю Но не в того Аллаха, в которого верите вы Абсолютно неверно считать нашу организацию Мусульманскими террористами Мы группа, которая лишь отвечает на преследование Индийских мусульман Кофе Саиры Почему ты упрямишься? Если ты все скажешь и будешь с нами сотрудничать Мы сочтем это за помощь следствию Как ты познакомилась с Хасимом Аббасом? Где он прячется? Не зли меня, девочка Говори правду Так будет лучше Говори Что сказал тебе, Альтав? Где ты пряталась? Пять дней после убийства Тапа Теяртананды Кто тебя прятал? Почему к Казанию ты прикидывалась психически больной Из-за изнасилования? В каких отношениях ты с Аль-Джихади? Говори, я тебя спрашиваю Говори Говори, Альтав? Говори, Альтав? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 почве. Организаторы утверждают, что завтрашняя забастовка будет мирной. Закрой магазин, негодяй! Я бы не хотел возвращаться в Кашмир. Я не могу отправиться туда, где я потерял Фатиму и Арифа. Надо найти где-нибудь магазин. Ты открыл магазин в день забастовки? Мы упаковываем свои вещи. Постойте, это пакистанский шпион? Ты где-нибудь? Это пакистан? Поверь! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...